Здравствуйте, друзья! Как обычно, по пятницам в это время в программе «В доле» мы рассказываем вам историю женщины в бизнесе. О ее доле в бизнесе и вообще о доле женщин. Казалось бы, в таком мужском деле, как бизнес. Но каждую пятницу мы доказываем в нашей программе, что уже нет давно понятия «бизнес» — это мужское дело, поскольку прекрасные женщины, которые приходят сюда, демонстрируют обратное снова и снова. Сегодня у нас в гостях генеральный директор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора ООН «Ансмедиа» Тамара Сафонова. Здравствуйте, Тамара! Здравствуйте! Прежде чем, друзья, мы вышли в прямой эфир, я была свидетелем просто впечатляющего процесса переговоров. Идут торги, Тамара находится сейчас в рабочем процессе, мы ее выдрали на часик из этого процесса, поэтому мы решили сейчас пойти на беспрецедентный акт. Мы не выключаем телефон в прямом эфире, да, Тамара? Ну да, но я сейчас поставила на беззвучный режим, если какие-то срочные звонки будут, я просто... Придется отвечать. Да, буду отвечать. Ну вы понимаете, что вы будете отвечать в прямом эфире, а мы будем слушать, как все происходит. Хорошо. Ну это я шучу. На самом деле, действительно, я благодарна, что вы в свой рабочий день, как я понимаю, сейчас самое горячее время, пришли и уделили нам час своего бесценного графика. Из графика. Напомню, 65 10 99 и 6 наш московский телефон, у нас есть сайт финам.фм, заходите на страничку программы вдоль, если есть вопросы, какие-то комментарии. Расскажите, пожалуйста, что такое аналитическое агентство на Ансмеде, в чем его функция, чем вы занимаетесь? Ну, это агентство создавалось с целью публикации котировок российской нефти на всех базисах поставки. То есть на сегодняшний день существуют некие агентства, международные агентства, российские агентства, их немного, их, наверное, можно перечитать по пальцам, их 3 или 4, которые занимаются котировками нефти. Но они дают минимальную информацию по 2-3 базисам поставки, и это является маркером, по которым работают нефтяные компании. Специфика аналитического агентства заключается в том, что для того, чтобы на эти маркеры обращали внимание участники рынка, и чтобы пользовались этими маркерами, нужно заработать авторитет и репутацию. А это долгий процесс, и нужно достаточно продолжительное время рассылать участникам рынка свои котировки, чтобы они их сравнивали с теми результатами, которые они получают, и уже в дальнейшем, через год, через два, они уже придут к выводу, что да, она считает правильно, и мы будем учитывать ее данные. Поэтому мое агентство создалось буквально в конце прошлого года, сейчас мы работаем в таком режиме рассылки участникам рынка нашей информации, они пока просто смотрят. У вас пока идет процесс набирания вот этой самой репутации, массы доверия. Но ведь вы, слово нефтянка, оно какое-то, конечно, с одной стороны легкомысленное, с другой стороны, очень такое притягивающее, загадочное, для меня, как человека крайне далекого от этого процесса, оно такое волшебное. Вы с этой нефтянкой ведь возитесь с молодых ногтей, вы закончили институт нефти и газа, и, в общем, с самого начала вы собирались заниматься, работать в этом самом сырьевом секторе, так или иначе. Да, абсолютно верно. А как вы там оказались? У вас как-то это наследственно, в семье родители занимались тоже чем-то? Нет. Для девочки такой выбор не самый очевидный. На самом деле у меня были планы совершенно другие, но так как-то в жизни сложилось. Вы москвичка? Да, я москвичка, что я поступила в этот вуз, и, в общем-то, до настоящего момента я не жалею о своем выборе, мне безумно интересно работать в этой сфере, в этой отрасли. Ну, а как, это случайное было поступление, что ли? Ну, по сути дела, да, я на тот момент не знала еще, то есть у меня были какие-то определенные пристрастия, как у всех девочек там. Что, языки, танцы, кино? Ну, да, что-то такое, вот. Ну, получилось так, что выбор пал именно на этот вуз. А что вы там изучали, какое было отделение? У меня отделение было автоматизированной системой управления. Не могу сказать, что это безумно, мне было интересно, но в любом случае мне это помогло в дальнейшем. То есть вы занимались такими серьезными техническими науками всякими точными, да? Да. Математика высшая, математика такая-сякая. Какой-нибудь сопромат, наверное, был, нет? Сопромата не было. Слава богу, хоть этот раз без сопромата. И как вы поняли, что, в принципе, это дело, которым стоит заниматься всю жизнь, женщине? Ну, на самом деле, я не сразу к этому пришла. Там сначала я проработала в нефтянке, там мы поехали с мужем, там на севере проработали три года. Потом приехали, был очень сложный период, когда просто уже думали о том, как заработать деньги. Я занимаюсь раньше гимнастикой, шейпингом, я проводила сама тренировки, зарабатывала деньги, работала непосредственно в балетной труппе. Я работала там, буквально как-то получалось так внезапно, допустим, мне нужны деньги, я там смотрю объявление, где можно найти работу, смотрю, там трупы Звездинского набирает там балет. Вы танцевали у Звездинского, сумасшедший. Я звоню, на следующий день меня берут, через три дня выступаю на сцене театра эстрады в качестве солистки. Ну и вот как-то у меня всегда вот так как-то все внезапно получалось. Потом какие-то были такие предложения уже там непосредственно, я работала в нескольких там трупах, но потом я поняла, что я как-то наелась этим. Шоу-бизнес не для вас. Да, в течение года и поняла, что мне нужно заниматься все-таки по моей специальности, я устроилась на работу и уже потом работала непосредственно по профилю. А вы устроились на работу в большую компанию? Да, большую, крупную компанию. Большую компанию, но какую-то, наверное, на самый маленький, там, на самую маленькую должность инженерную, да, инженер первой категории. А дальше? Как вы доросли до генерального директора собственной независимой компании? Нет, я сначала доросла в компании, до руководителя подразделения, долгое время работала там. Затем мне предложили перейти там на новый проект, связанный с запуском портовой услуга. Вот, потом этот проект переехал в Питер. И вы вместе с ним? Нет, я не смогла переехать в Питер. И я поняла, что у меня наконец-то есть время позаниматься исследованием, диссертацией. Мне безумно это было интересно, мне никогда не хватало на это время. И вот я начала писать диссертацию, написала её, и должна была защищаться. Но, к сожалению, у меня там маленький такой промежуток времени, как раз началась перестройка вот этой вот всей системы. Там начали создаваться новые системы по защите. И, в общем, короче, я не успела... А, вы имеете в виду научные истории? Научные, да. История, там какая-то пошёл другой стандарт. Да, да, да. А какая у вас тема была диссертация? Диверсификация предпринимательской деятельности в нефтегазовом секторе российской экономики. Прекрасно. Да. И вот эти вот исследования, они меня подтолкнули. Я исследовала как раз и пласт, связанный с аналитикой, подтолкнула к тому, что действительно тут поле такое открытое. Неплохо. Да, то есть есть над чем поработать. И я думаю, ну это же настолько можно всё это реализовать. И я это реализовала. Я сейчас вот считаю там котировки по всем базисам производителей и по всем базисам заводов. Ну то есть вам не интересно было заниматься чистым бизнесом? Вам хотелось это связать с какой-то научной методой? Да, мне интересно было реализовать то, что на сегодняшний день не реализовано. А не страшно было быть пионером, раз непаханное поле, никто до вас ещё не хаживал туда? Как-то вот всё начинать самой совсем с нуля? Нет, вообще не страшно. Безумно интересно было. Я отвечу хорошо? Да, конечно. Друзья, напомню, у нас в гостях Тамара Сафонова, генеральный директор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора ООН «Ансмедиа». И помимо прочего, также ещё советник генерального директора и руководителя департамента поставок и продаж нефти компании «Солид Товарные рынки». Поскольку идёт рабочий день, и он в самом разгаре, а Тамара занимается котировками нефтяными, то ей приходится отвечать на звонки в прямом эфире. 6510-99-6 наш московский телефон, мы тоже готовы с вами пообщаться, смело звоните, не стесняйтесь. Если хотите, заходите на сайт финал.фм, там на страничке программы «Вдоле», вы тоже можете задать какие-то вопросы, поделиться впечатлениями. Мы в нашей программе говорим о женщинах в бизнесе и даже вот немножечко вам демонстрируем, как женщины бизнесом занимаются в прямом эфире на радиостанции. Я надеюсь, что мы сейчас продолжим наш разговор. Тамара, надевайте микрофон. Сейчас будет перерыв на новости, совсем скоро, и вы сможете ещё разок позвонить. Всё хорошо с котировками на рынке? Не совсем. Слушайте, а пятница – это традиционный такой интенсивный день или просто сегодня вот что-то такое особенное? Нет, это сегодня. Это просто сегодня. На самом деле, обычно раньше там все торговые сессии, они заканчивались где-то число к 25-му, 26-му. Но сейчас ситуация меняется на рынке. Именно сегодня? Ну вот последние два месяца. В какую лучшую сторону, надеюсь? Конечно, лучше. И это действительно так, что вы не можете без телефона вообще минуты провести в свой рабочий день? Вам всё время приходится. Без вас там не обойдутся? Без любого человека можно обойтись. Но пока на данный момент есть вопросы, которые решаются. Которые решить можете только вы. Мы с вами остановились на том, что было безумно интересно начинать новое непаханное поле аналитики в нефтяном секторе. Продолжим об этом после новостей на Финаме. Оставайтесь с нами вдоль. Сегодня с нами вдоль генеральный директор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора ООН «Ансмедиа» Тамара Сафонова. 651099,6 Московский телефон. Наш сайт Финам.ФМ. Заходите на страничку программы вдоль. Смотрите, я открываю вашу биографию и вижу, что вы, в принципе, пока работали в Транснефть, занимались практически всеми областями возможными, которые так или иначе связаны с нефтью. Нефтяной баланс, учёты хранения нефти, таможенные вопросы, взаимодействие с биржами, документальное оформление сделок и так далее и тому подобное. А вы были же наверняка на добыче? Вы видели, как нефть добывают физически? Конечно. Я практически объездила все наши дочерние общества, которые непосредственно осуществляют транспортировку нефти с мест добычи. Мы ездили на наши приёмы сдаточные пункты, контролировали их состояние и, в том числе, естественно, имели возможность доступа и взаимодействия как с производителями нефти, так и с перерабатывающими заводами. А скажите, вообще, в этом бизнесе, в этих разных его областях, рядом с вами женщины часто оказывались? Да, у нас очень много женщин работало. В нефтяном бизнесе много женщин? Да. Но дело в том, что здесь нельзя назвать бизнес. Это отрасль, в которой работает огромное количество специалистов. Бизнес уже это люди, которые выбирают какое-то отдельное направление. Наверное, можно аналитическое агентство назвать бизнесом, но сказать, что женщины, которые работают в крупной компании, что они в бизнесе, я бы не сказала. Это люди просто специалисты, работающие в отрасли. А почему вы не остались в транснефти, не стали бороться, ползти по карьерной лестнице куда-нибудь в топ-менеджмент? У меня не было такой задачи никогда. И, честно говоря, мне хотелось в своей жизни успеть попробовать что-то еще. И когда мне предложили другой проект, уже как бы связано там другое направление, таможенное оформление, экспедирование, мне показалось, это перевалка нефти уже. Мне показалось направление интересным. Я хотела его изучить более детально и поработать в этом направлении. То есть вы такая ученица по жизни, да? То есть смотрите, MBA при Академии хозяйства, президенте Российской Федерации, институт нефти и газа. И, казалось бы, добыча хранения нефти, это одна отрасль знаний. Оформление документов, бухгалтерский учет совершенно другая. Таможенные, какие-то поставки хранения, это совершенно третье. То есть по идее вам приходилось осваивать в максимально короткие сроки то, чему люди в вузах учатся по 6 лет. На самом деле очень много направлений, которым мы сейчас занимаемся, и этим направлением не учат в институтах. Вот, например, аналитиков там в нефтегазовом секторе, ну их невозможно научить. То есть это только практика? Да, это, наверное, какой-то синтез многих знаний, да, и логистики, и там нефтедобычи, и там продаж, и маркетинга. Чуть ли не геологии какой-нибудь. Вероятно, вероятно. Вот, и учет бухгалтерский, конечно, то есть и там финансы. То есть получается, что вам до всего этого приходилось доходить уже вот собственным умом в процессе работы, работы, работы. Или так вот помогла диссертация? Диссертация уже была, у меня не было возможности заниматься диссертацией, когда я работала в компании. Я этим занялась потом, как раз когда у меня появилось вот это свободное время. Мне безумно было интересно, у меня было несколько тем в голове, которые я хотела изучить более досконально. И вот я остановилась на одной из них, которую мне предложили просто вот в Академии. Считаю, что на базе там диплома, который я писала, можно как бы дальше развить это в диссертацию. На самом деле это обманка. Никогда диплом там, какой бы он ни был там хороший, нельзя там превратить в диссертацию. Тут совершенно два разных документа, которые по-разному формируются. Я потом уже пожалела, что я выбрала эту тематику, потому что мне как сейчас вот человек, который занимается аналитикой, ближе были бы там другие темы, которые связаны там, допустим, с эффективностью существования, продаж какого-то сорта нефти, либо ВСТО, либо Репка, либо Юрлс, либо Сибирская лёгкость. Более какие-то прикладные вещи, более применимые на практике. Но, тем не менее, вы окунулись вот в этот аналитический рынок. И, насколько я понимаю, вы не просто там для России просчитали вот эти все методики анализа, но и создали некоторые международные стандарты. Ну, я бы не сказала, что это международный стандарт. Нет. Просто каждое агентство, которое занимается котировками нефти, оно разрабатывает свою методологию, которую публикуют на сайте. Вот. И любой человек, который хочет проверить правильность вот этих расчетов, он выходит на эту методологию, смотрит. Я постаралась… У меня вообще изначально не было задачи что-то скопировать там у кого-то. Мне хотелось создать что-то новое. И я сделала следующее. Вот у меня, например, есть там порядка 90 базисов поставки, на которых продается нефть. И я взяла, я сделала спецификацию для каждого базиса, для того, чтобы любой человек, который там, допустим, не уверен, что моя котировка правильная, чтобы он мог выйти на мою спецификацию и проверить мой расчет. У меня задача мои расчеты сделать прозрачными. То есть, допустим, очень много непонятного в тех котировках, которыми мы на сегодняшний день пользуемся. Вот эти вот спреды, которые там настолько сильно влияют на конечную цену и вообще на конечную прибыльность и нефтегазовых компаний, нефтегазового сектора в целом и, естественно, бюджета Российской Федерации, что настолько это вот существенное влияние оказывается, что мне захотелось вот что-то создать такое прозрачное, что легко проверить мог бы каждый. То есть, ваша методология, она, ее уникальность и прелесть именно в том, что человек не просто заходит и видит котировку и думает, о, почему так, да, он может сам рассчитать этот котировку, понять, на чем это все основано. Да, совершенно верно. Ну, как вы инициировали международную конференцию? Я знаю, что вы еще занимаетесь вот такой вот как бы посреднической, что ли, деятельностью, коммуникационной. Ну, на самом деле, идея была общая там по созданию вот этого форума и нас... Мы перезвоним через пять минут, перезвоним через пять минут. Хорошо, я сейчас попробую договорить. Идея форума... Вообще, и у нас четыре организатора было, нам было безумно интересно готовить этот форум. Мы пригласили в том числе и зарубежных партнеров. Вот этот форум. А чему был форум посвящен? Ценообразованию в нефтяном, нефтегазовом секторе. Я прошу прощения, я должна ответить. Я не могу сейчас, к сожалению, продолжить. Если можно, сделайте, пожалуйста, паузу. Напомню, напомню, друзья, мы не можем сделать паузу, мы в прямом эфире, и вам придется говорить в прямом эфире. Друзья, Тамара Сафонова, генеральный директор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора ООН «Ансмедиа». У нее рабочий день, поэтому нам приходится в прямом эфире отвечать на звонки. Могу рассказать нашим слушателям, пока вы говорите по телефону, некоторые подробности вашей биографии. Тамара Сафонова закончила, напомню, Московский университет нефти и газа имени Губкина, МБА Евроменеджмент в Академии народного хозяйства и располагает 18-летним опытом работы в компании «Транснефть». 12 лет она там возглавляла направление по нефтяным балансам, учету хранения нефти, таможенные вопросы, взаимодействию с биржами, документальном оформлении сделок с нефтью и так далее. Активно участвовала в разработке нормативных актов компании в области товарно-коммерческих операций. Инициировала международную конференцию, вот мы о ней только что говорили, я надеюсь, Тамара после новостей нам чуть подробнее расскажет об этой конференции, где были согласованы и введены в действие межгосударственные стандарты по учету нефти на территории аж 7 стран. Вот маленькая хрупкая блондинка инициировала продвижение всяких ноу-хау в стандартизации учета нефти аж в 7 странах мира. Участвовала в составе Тамара в российской делегации, в переговорах участвовала с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией по исполнению 20-летнего договора купли-продажи нефти. Также является членом Совета директоров дочерних обществ компании «Транснефть». Ну, разумеется, заработала всякие ведомственные благодарности. В 2011 году занимала позицию заместителя генерального директора по развитию компании «Луга-Сервис». С 2012 года является генеральным директором агентства «Нанс-Медиа», который занимается аналитикой в области нефтегазового сектора и сейчас набирает, как сказать, авторитет и вес во всем мире, и особенно в российском нефтяном секторе. Помимо всего прочего, Тамара ухитряется воспитывать двоих сыновей, путешествовать и заниматься кулинарией. Но об этом чуть попозже. Так вот, возвращаясь к международной конференции. Вот, ну, всё-таки, поскольку вы явились её инициатором, всё-таки, наверное, в этой области вы были одной из немногих женщин, среди многих мужчин. Как мужчинам, глядя на блондинку, приходится ли им как-то перебарывать своё мужское эго, когда женщина знает что-то лучше, чем они, и инициирует их на какие-то действия? Нет, я никогда бы не сказала, что я что-то знаю лучше других. Абсолютно нет. Вот, всегда мой главный принцип – это взаимодействие, взаимопонимание и принципы уважения. Вот, и у нас никогда не возникало таких подобных вопросов. Мы взаимодействуем, исходя из интересов. Пока они у нас существуют, общие интересы, да, мы взаимодействуем. То есть мы просто чётко распределили свои обязанности. Было ещё одно агентство, тоже наши партнёры, которые занимались организацией круглого стола по нефтепродуктам. Я занималась непосредственно организацией нефтяного стола. Были ещё партнёры, которые занимались там круглым столом по организации некоммерческого партнёрства. Вот, и на завершающем этапе мы просто представили наши аналитические продукты. Это три компании, которые презентовали свои продукты для участников рынка. После новостей на Финаме мы продолжим общение с Тамарой Сафоновой. Оставайтесь с нами в программе «Вдоли». Меня зовут Тутта Ларсин. Наш телефон 65, здесь нет. Сегодня у нас в студии генеральный директор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора «Онансмедиа» Тамара Сафонова. Мне вот интересно всё-таки женщина, которая занимается аналитикой в нефтяном бизнесе. Тем не менее, наверняка находятся мужчины, которые говорят, «Вы, женщина, ничего в аналитике не понимаете, у вас мозг по-другому устроен, у вас не то полушарие развито, поэтому все ваши аналитики мне сложно доверять». Вот именно в таком формате я не слышала, что обговорили. То есть, возможно, они говорят, но я лично вот такой точки зрения не слышала. Но с чем я сталкивалась, это с тем, что мне говорили, «Тамар, нас всё устраивает». То есть вот эти ограниченные индикаторы, которые на сегодняшний день существуют, нам их достаточно. То есть зачем создавать новую методологию? Да, то есть нет, зачем так много индикаторов по всем базисам? Но с другой стороны, это неизбежно. То есть мы можем, допустим, говорить о том, что сейчас это не нужно, хотя сейчас это уже нужно становится, потому что помимо продаж на спотовом рынке, ещё возникает биржевая торговля, есть тендеры. Уже несколько показателей существует, которые необходимо сопоставлять, анализировать и давать оценку. То есть если ты хочешь быть успешным и первым в этой области, мало знать одни вот эти базовые показатели. Да, базовые показатели. Нужно знать все индикаторы на всех базисах. Это неизбежно. Та же самая ситуация была там лет 10 по нефтепродуктам, когда всё было практически закрыто, и информация была известна только ограниченному числу участников. Точно так же сейчас вот по нефти. Поэтому я вижу в этом перспективу, но я не тороплю события. И предполагаю, что она через какое-то время всё-таки будет востребована участниками рынка. А скажите, пожалуйста, вот нефтяной рынок в России и за рубежом – это совершенно одна и та же какая-то структура, настроение, стиль работы? Вам понятно то, что там происходит, потому что это так же, как здесь? Или всё-таки в России есть своя специфика? Конечно, в России есть своя специфика. Конечно, мы ориентируемся на международные индикаторы, и они являются базовыми для расчётных показателей, для расчёта так называемой экспортной альтернативы. Помимо этих показателей, ещё существуют продажи по фиксированным ценам на рынке. И эти цены, они отличаются от экспортной альтернативы и зависят от соотношения спроса и предложения на рынке, от наличия технических возможностей для поставки, от ограничений добычи, от ограничений в приёме нефти непосредственно заводами. От логистики всякой. Да, то есть много всяких факторов, которые влияют. И этот дифференциал между экспортной альтернативой и ценой, по которой продаются на рынке, он постоянно меняется. Он в России как-то по-другому меняется, чем в Европе? Это специфично именно для России. Вот наш рынок специфичен. Несмотря на то, что... То есть дураки и дороги здесь тоже имеют значение, получается. Ой, я бы не стала. У нас такие специалисты в нефтянке. Вот неужели в нефтяной отрасли эту вечную проблему России решили всё-таки? Конечно. Конечно, однозначно. То есть на сегодняшний день вот непосредственно в департаментах поставок и продаж нефти находятся специалисты такого высокого уровня, что просто... Деводаёшься. ...хочет отдать им должное за их профессионализм, за компетентность. Ну а если говорить об отношениях каких-то человеческих, вот о человеческом факторе, сильно русские бизнесмены, там, не знаю, русские люди в нефти, именно не в отрасли, а уже вот в бизнесе, отличаются от западных стилях работы? Вы знаете, наверное, с каждым годом всё больше и больше как бы сталкиваются вот эти культуры, западная культура и российская. Казалось бы, наоборот, мы должны интегрироваться в мировой тренд, и как-то сливаться, и как-то больше вести себя, как они. Может быть, неправильно выразилось, но на самом деле, действительно, эта интеграция идёт. То есть я имела в виду столкновение, это взаимосвязь. Ага, то есть нет такого противоречия? Что мы вот какие-то там... Нет, ну, во-первых, это связано с тем, что нефтянка активно взаимодействует с зарубежными инвесторами. Давайте выключим телефон всё-таки. Вам осталось буквально помучиться с нами 40 минут. Напомню, у Тамары идёт рабочий день, идут торги и какие-то очень острые проблемы необходимо решать прямо сейчас в прямом эфире. Но мы уж всё-таки вас немножечко заманили в прямой эфир и поддержим здесь. Скажите, пожалуйста, как выглядит ваш рабочий день? Сколько часов в день у вас? Он вообще нормированный? Нет, у меня в последнее время вообще не нормированный график. Особенно, когда я ушла в свободное плавание. То есть я была поражена, насколько у меня была хорошо отстроена моя жизнь раньше, когда я работала в каких-то структурах по какому-то графику. И у меня было свободное время. Вот это вот самая главная ценность, которой я сейчас не располагаю. То есть я знаю, что на мне сейчас висит ответственность определённая. Я должна сделать вот то-то, то-то и то-то. И моего рабочего времени катастрофически не хватает для того, чтобы вот этот план свой личный исполнить. Поэтому у меня там получается, что вечером нужно поздно работать и иногда выходные. Вот это мне безумно не нравится. Мне уже хочется скорее... В отпуск? В отпуск-то можно уйти вообще? Ну сложно. Вот я могу сказать, что по последнему разу мы собрались с сыном улететь в Италию на одну неделю. И получилось так, что в день, когда я улетала, я ещё пришла на работу. И ещё вопросы такие вот острые, они не были решены. У меня не было согласования о том, что я могу улететь в этот день. И буквально приняли решение в 12 часов, я в 12 часов выезжаю из офиса, доезжаю до дома, забираю сына с чемоданами. Мы летим в Домодедово, прям вообще впритык, буквально успеваем на этот рейс. Но пока вот как-то вот так получается. Странно, потому что, как правило, вот когда мы говорим с женщинами, у которых собственное дело, они как раз наоборот гордятся тем, что вот моё дело, как хочу, его так и отстраиваю. Ну, когда оно уже поставлено на какие-то рельсы, я решаю, что я делаю сама, что я делегирую, и где я могу себе, значит, вот освободить какое-то пространство для личной жизни. Это потому, что у вас только в начале пути собственное дело? Я думаю, что это связано, да, с тем, что в начале пути. Скорее всего, да, с этим. Это минус. А какие всё-таки плюсы вы очевидные видите в том, что у вас собственное дело? Ну, это то, что я занимаюсь интересным делом. То, что, ну, наверное, решаются там проблемы, связанные там со взаимоотношениями, там какими-то определенными структурными, да, вот с жесткой структурой, которая существует там в крупных компаниях. Пожалуй, только вот эти преимущества, наверное, других я не вижу. То есть вы занимаетесь интересным делом, и вы не так завязаны на... Я не очень поняла про соотношения. То есть если вы работали в большой компании, вам приходилось соответствовать её какому-то кодексу, да? Или что? А теперь вы от этого свободны. Давайте, да, так это сформулируем. Я думаю, что это будет правильно. То есть с точки зрения там какой-то эмоциональной, коммуникационной, вы более расслаблены сейчас, вы можете больше себе позволить. А сколько у вас на вас человек работает? Ну, пока не так много, как вы понимаете. Когда начало бизнеса, то очень сложно на самом деле большое количество людей иметь, потому что ты... Я отвечаю за тех людей, да, с которыми я работаю, и не могу себе позволить принять человека на работу, потом его уволить. Если я принимаю его, то я уже с ним дальше двигаюсь. Ну, а если он бестолковый? Ну, я не принимаю бестолковых. То есть вы сами работаете как HR в своей компании? Да. А по какому принципу тогда вы набираете людей? Какой приходит человек на работу? Что важно? Ну, я отбираю по деловым качествам. То есть по навыкам, которые у него есть, деловое качество, просто смотрю, в каком направлении я смогу этого человека использовать. Ну, он же может что угодно написать в своем резюме. Как понять, что это правда? Что его деловые качества не только на бумаге, но и на деле? У меня достаточно большой опыт работы и взаимодействия с сотрудниками. Поэтому мне опыт... Ну, мне достаточно просто определить. Я сразу могу понять, сможет человек по этому направлению работать или нет. А можете ли вы понять сразу, уживется этот человек, например, ну, вот в компании же это не просто деловое такое пространство. Это же им немножечко семья. Важно, чтобы у человека был какой-то гибкий характер. Или он может быть каким-нибудь достаточно неприятным по натуре, но если он классный специалист, то он нам нужен остается. Нет, это важно. Это очень важно, потому что атмосфера в коллективе, она практически влияет на работоспособность коллектива. Поэтому здесь важны и профессиональные качества, и личностные тоже. А вы берете сейчас на себя ответственность растить кадры? Или все-таки вам сейчас нужны готовые уже спецы? Конечно. Потому что на сегодняшний день для того, чтобы взять там вот супер какого-то специалиста, который вот... Во-первых, таких специалистов на самом деле нет. Или они очень дорого стоят? Ну, поскольку я создаю как бы новый продукт, соответственно, как я могу найти специалиста, который может мне этот продукт делать? То есть я должна его научить в любом случае тому, что сделано уже. То есть ему нужно просто научиться работать с тем, что уже создано. Вот, поэтому... Если... Мне даже нет смысла там брать какого-то безумно дорогого специалиста на это дело. Потому что он скажет, я все и так знаю, чему мне еще у вас учиться, да? Нет, просто потому что он дорого стоит, а для молодой компании, которая только начинает подниматься, ну, практически это очень сложно. То есть получается, что на данном этапе для вас даже не столько важно, чтобы у человека был опыт какой-то, да? Сколько его способностей к обучению и его готовность узнавать все новое, да? Да, абсолютно верно. Двигаться вперед, развиваться, привносить что-то, что-то новое, уметь быстро разобраться в какой-то сложной теме, в сложном вопросе. Вы в свое время, до того, как у вас появилось собственное дело, несколько раз были частью большой команды, которая решала очень важные глобальные вопросы. Там, я не знаю, вот этот контракт с Китаем на добычу нефти на 20 лет и так далее. Чему вы там научились, у других людей, которые были рядом с вами? У нас действительно была очень большая команда, российская делегация, которая занималась проработкой договоров, соглашений, технических регламентов, направленных на реализацию договора по поставке нефти на реализацию 20-летнего контракта. Это была очень интересная работа. И очень продуктивно мы взаимодействовали с китайской стороной. Мне очень понравилось, как мы находили компромиссы. Это было связано с тем, что обе стороны хотели получить результат и непосредственно запустить уже этот проект в работу. Но быть частью такого огромного процесса это было полезно? Это очень полезно. Это очень полезно и очень интересно. Ну, что вы оттуда вынесли, что могло бы вам сегодня даже помочь в собственном деле, когда вы уже не винтик в машине, которая хорошо и слаженно работает, а сама, представьте, вы сами это самая машина, которая все делает. Ну, во-первых, это чувство какое-то единства, когда мы работали в команде. То есть не было такого, что у кого-то было там свое мнение, которое бы отличалось от мнения команды. То есть если там возникала какая-то сложная ситуация, которую нужно было решить, то каждый предлагал свое видение по этому вопросу. Это все консолидировалось на уровне руководства. Руководство уже принимало какое-то решение, и это решение представлялось уже китайской стороне. Ну, и, конечно, это был первый. У нас в студии генеральный директор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора «Унанс-Медиа» Тамара Сафонова, и мы говорили до новостей о том, как важно поработать в большой-большой команде, чтобы потом все-таки суметь построить собственное дело. Вот леди-босс, это про вас? Вы чувствуете себя боссом, бизнес-вумен, человеком, который держит руку на пульсе и за все отвечает? Вы знаете, честно, нет. Не чувствую абсолютно. Я просто работаю с утра до вечера. Вот, и нет, не чувствую. Но в таком вот понимании, как это принято, да... То есть вы еще не вкусили в полной мере плоды собственного труда, пока все это в некотором, в таком развивающемся, в начальном состоянии, пока чисто пахота и пахота. И, может быть, кто-нибудь, кто нас сейчас слышит, и подумает, ой, как это, оказывается, вначале-то все геморройно. А мы вам скажем, не ходи, девочка, в бизнес, пожалеешь, заблудишься. Да, я очень жду вот этих налоговых каникул, о которых там рассказывают, что, возможно, они возникнут для младых компаний, которые там в течение двух лет работают. Это, конечно, было бы очень правильно, очень полезно. Есть ли что-то, почему вам хотелось бы еще научиться, какие-то знания, которых вам не хватает сегодня? Ну, знаний никогда много не бывает, поэтому, конечно, мне хочется учиться, и как бы хочется там бывать там часто на каких-то там семинарах, конференциях, вот, но не всегда получается выбираться на все мероприятия, которые, возможно, получать новое знание, конечно, интересно и хотелось бы. А как семья отнеслась ваша к тому, что вы так резко сменили род деятельности, и вас стало в доме, очевидно, меньше? Абсолютно положительно. Единственное, мой сын, Максим, он мне часто делает замечания, и иногда он мне спускает это, то, что я там задерживаюсь на работе, еще что-то, но иногда бывает, что в него накопятся, он говорит, мама, когда ты, наконец, станешь нормальной мамой, будешь вовремя приезжать домой? Я говорю, а ты не мог бы мне звонить и напоминать? Мама, там тебе пора домой уже приехать. И он мне в последнее время звонит, напоминает, мы с ним строим планы на вечер, ходим, гуляем, куда-то ездим, что-то смотрим. Сколько ему лет? 12 лет. То есть он, в общем, такой же, вполне сознательный взрослый сын, с которым интересно и можно делиться всем, в том числе и какими-нибудь заботами. Да, он мне дает часто советы, и они мне помогают в жизни. Успеваете ли вы заниматься вашей любимой кулинарией? Я знаю, что вы еще активно занимаетесь спортом, лыжами и прочим-прочим. Ну, лыжи, понятное дело, зимой. Если удается выехать на каникулы зимние, мы выезжаем куда-то в горы с сыном, там катаемся, да, получаем удовольствие. Что касается фитнеса, поскольку времени мало, единственный промежуток времени, когда я могу, например, поплавать или чуть-чуть потренироваться, это перед работой. Вот если я успеваю утром вот это делать... Ну да, в 6 утра, в 6 утра поплавать, потом на работу. Вот, ну и если получается, вечером после работы, тоже с сыном там в тренажерный зал, он там тренируется, я тренируюсь. Ну вот в вашей истории написано, что вы любите готовить, причем тоже под его чутким руководством. Да, то есть когда я готовлю одна ужин, мне это неинтересно, он для меня становится скучным и просто таким обыденным делом. Но когда мне удается его привлечь к этому процессу, то это уже становится праздником. То есть мы с ним вместе... Поделитесь, как вам удается его привлечь? Во-первых, они получаются. Во-первых, у него фантазия очень хорошая, и он сам предлагает какие-то блюда. Причем я бы никогда в жизни не стала смешивать там какие-то определенные ингредиенты. Для него это вообще не сложно. Он просто открывает холодильник, там видит то, что ему нравится и просто там режет или как-то дает мне, я уже как бы просто формирую блюдо, исходя из тех рекомендаций, которые он дает. Это получается здорово, вкусно и интересно. Мы общаемся друг с другом. Он понимает, что мама у него деловая женщина и что она особенная, не такая, как большинство женщин вокруг? По поводу особенной, я думаю, что ничего особенного на самом деле нет. Вы не сидите дома или в песочнице с детьми или внуками, вы не трепетесь по телефону с подружками о тенденциях маникюра часами и прочее. У вас котировки, у вас переговоры, у вас теловые поездки, конференции. Вы особенная для него. По этому поводу, конечно, он понимает. И вот сегодня, например, мы должны были с ним ехать на одно важное мероприятие. Я ему вчера сказала о том, что у меня радует... Мы вам испортили мероприятие. Нет, оно просто сдвинулось. А у него уже есть представление о том, кем стать? Он хочет пойти по вашим стопам? Пока нет. Мы с ним разговариваем периодически на эту тему. Пока нет, но я его не тороплю. Времени еще достаточно. Посмотрим. Ну, он не сказал еще, боже мой, мама, я смотрю, как ты пашешь, и я понимаю, что, ну, его этот бизнес, пойду-ка я лучше, не знаю, в агрономы. Нет, пока он еще не сделал выбор. У вас есть старший сын? Да. Он-то уже, наверное, сделал выбор? Да, он уже сделал. Он работает с вами? Нет, он работает тоже в крупной компании нефтегазового сектора. То есть он-то пошел по вашим стопам? Да, он пошел по моим стопам. А почему вы его не подтянете в свой бизнес? Можно было бы на него перевалить часть ответственности, нет? Я считаю, что он сейчас находится более в устойчивом положении, работая там. Набирается опыта, у него тоже интересная работа. Я думаю, что это вопрос для обсуждения в перспективе. То есть вы как заботливая мать сейчас считаете, что для ребенка хорошо, когда у него нет своего бизнеса, он работает на начальство. Да, так получается. То есть вы бы не желали ребенку, чтобы у него сейчас был собственный бизнес в этой области. Это трудно. Когда этот бизнес уже войдет в этап развития, вот, когда у меня уже будет большая клиентская база, когда это будет устойчивый бизнес, тогда да. А сейчас я думаю, что более правильно, чтобы он работал. Смотрел, как работают другие. А что вам не хватает сейчас? Чего не хватает для более успешного развития бизнеса? Не хватает... Кроме времени. Как я говорила, необходимо наработать репутацию. Необходимо получить признание. Признание правильности тех котировок, которые я делаю. Но с другой стороны. И это связано с определенным временным интервалом. И кроме того, это связано со спецификой работы нефтегазового сектора, который работает и заключает договоры непосредственно до начала года. То есть... Есть некая сезонность, да? Договорная кампания, да, она проходит где-то в октябре, в ноябре, до начала года. До начала следующего года. То есть у вас основная страда еще впереди. Да. После лета. Но... А вот то, что вы 18 лет проработали в нефтегазовой отрасли, у вас ведь... Вы всех знаете. У вас отличные связи. Разве это не способствует набору той самой репутации? Там, где человек там со стороны действительно будет пробиваться, вы же можете просто поднять трубку, поверните, сказать, привет, это я, здравствуйте, а вот посмотрите, что у меня есть. Я такими методами не пользуюсь. Почему? Ну, потому что я как бы считаю, что ни в коем случае нельзя навязывать свой продукт. У меня задача не навязать его. У меня есть способы, которыми я могла бы там договориться, там, знаете, с тех, знаешь, как бы можно было договориться, что кто-то приобрел. Ну вот. Особенно в России. Мне кажется, вот это вот телефонное, ну, не право, да, но вот эта возможность личного какого-то взаимодействия, она просто решающую роль имеет в любой отрасли, нет? Мне интересно, чтобы этот продукт действительно реально был востребован, чтобы он был нужен. Поэтому я по другому пути. Да. Поэтому я иду по другому пути. Вы всегда выбираете более сложный? Да, наверное, да. Ну, в любом случае перспектива достаточно открывается интересная в вашем бизнесе. В любом случае, как новатор, вы понимаете, что рано или поздно, особенно если вы связаны с аналитикой, ваше аналитическое чутье должно вам подсказывать, что все равно потом все будут говорить, о, Тамарочка, так это же ты, ты придумала такую классную вещь. Ну, не проще ли было сначала как-то себя подстраховать какими-то связями, знакомствами? Они есть. Ну, это принципы, да? Они есть. Помимо все-таки вот чисто своего дела, вы успеваете еще, например, работать советником у кого-нибудь? Наверняка к вам обращаются люди за личной консультацией, как к специалисту с огромным стажем и знаниями? Да, конечно, работаю по этому направлению тоже. А как вас люди находят? Тоже передают из рук в руки друг другу по сарафанному радио? Или у вас просто есть какая-то отдельная консалтинговая? Да нет, просто в нефтянке круг на самом деле ограничен, все друг друга знают, поэтому здесь сарафанного радио не нужно. То есть просто все знают, что вы есть, и по возможности обращаются. Ну да, если кому-то интересно, обращаются. Есть ли какие-то люди в нефтяной отрасли, у которых, ну, там, я не знаю, может быть, не в России даже, у которых вам хотелось бы чему-то поучиться? Конечно. Ну, я и так это делаю, я и так учусь. Наверное, каждый из нас учится, если чего-то он не знает, свои знания как-то дополняют. А чего вам еще каких знаний, какого опыта, там, не знаю, может быть, качеств каких-то в бизнесе не хватает для того, чтобы вот уж чувствовать себя совсем на коне? Ну, я думаю, что любой бизнес, он хорошо продвигается в партнерстве. Ну, и, собственно говоря, по этому направлению я и двигаюсь. У нас там были идеи, там, расширения агентства, да, увеличения, там, количества продуктов, да, которыми мы анализируем, аналитикой которых мы занимаемся. Вот. Ну, и, собственно, мы постепенно двигаемся по этому направлению. То есть, возможно... Потому что не все сразу происходит, это... Произойдет немного позднее. И вполне возможно, что в ближайшее время у вас появится какой-то партнер. Они и так есть, эти партнеры. Вот. Просто проекты постепенно будут реализовываться. Ну, я очень надеюсь, что в ближайшее время, еще и в перспективе у вас появится немножко больше свободного времени. Я тоже надеюсь. Дело начнет само за себя и на себя работать, а вы сможете ездить в отпуск со своими сыновьями. Спасибо огромное, Тамара Сафонова, гендиректор ООН «Ансмедиа». Это была программа «Вдоле». Хорошего дня и отличных выходных.